Сотрудники сочинского филиала Кубанинерго ежедневно работают над повышением надёжности электроснабжения Сочи и Туапсе. Причём после Олимпиады компания не свернула работ по строительству и реконструкции. Особое внимание сейчас уделяется удалённым районам, которые не вошли в олимпийскую программу. В этом году проложены сотни километров новых линий и построены десятки трансформаторных подстанций. Кубанинерго привлекает инвесторов для установки современных приборов учёта. В Дагомысе и Лазаревском районе Сочи их уже около 10 тысяч. Благодаря этому потребители могут экономить электроэнергию, рассчитывать по зонам суток. Специалисты сочинских электросетей всегда оперативно и качественно справляются с любыми сложностями. Так было и во время июньского наводнения, также профессионально они проявили себя и в Крыму. «Хочу выразить всем энергетикам страны особую благодарность. Хочу выразить слова признания нашим ветеранам, с помощью которых мы работаем до сих пор, эксплуатируем то оборудование, которое есть. Невозможно сегодня современную жизнь представить без энергетиков. В каждом посёлке, в каждом городе, в каждом жилом доме сегодня есть все человеческие блага. И они достаются с помощью вашего труда. С днём энергетика вас». Руководство сочинских электросетей заботится о своих действующих сотрудниках и о будущих специалистах. Пока они постигают азы технической специальности в техникуме, на базе которого два года назад открылся ресурсный центр по подготовке квалифицированных работников энергетических специальностей. Ребята учатся читать схемы, работать с оборудованием и узнают другие тонкости в отрасли энергоснабжения. «В нашем городе не так достаточно технических вузов, которые готовят такого уровня профессионалов. Более того, у нас уже много выпускников этого лицея работают на предприятии в разных должностях. И тот базовый уровень знаний, который они в этом лице приобретают, достаточно для того, чтобы молодые люди здесь сделали свою карьеру». Помимо своих основных задач, специалисты проявляют патриотизм и спортивные таланты. В августе по инициативе работников сочинских электросетей был установлен обелиск на перевале Псиашха, а футбольная команда сочинского филиала стала бронзовым призером городского турнира по мини-футболу.